Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука. Продолжаю вас знакомить с подробным описанием сортовых характеристик различных томатов, которые были в прошлом году у меня в каталоге и скорее всего они же будут и в этом году. Мы в предыдущем ролике, я дошла до номера 17 огородный колдун. Напомню тем, кто может быть не услышал или кто не видел, что до 30-го, 30 с лишним первые номера это все томаты, которые идеально подходят для открытого грунта, которые можно вырастить в холодных регионах, в регионах с коротким летом, для выращивания которых не требуются теплицы. И хочу для тех, кто, для новичков, кто начал только-только начинать, начал только вот эту огородную свою историю, огородное дело, если вы хотите получить себе, ну как, приобрести томаты именно холодостойкие, которые выдерживают пониженные температуры, я уже об этом говорила, вот все сорта с холодными названиями, вот сейчас я перечисляю вам полюс, например, Снежная сказка, Метелица, Таймыр, Аляска, Подснежник, Роза Ветров. Это все томаты холодостойкие, которые прекрасно в открытом грунте дают урожай при низких температурах, так сказать, не в теплых регионах. Начинаю номер 18, полюс. Вот люди спрашивают, какие томаты подходят для открытого грунта, вот это именно тот сорт, я прям пишу специально, вот здесь вот видите, для открытого грунта. Ранний холодостойкий, детерминатный, суперурожайный сорт для открытого грунта, куст штамбовый, абсолютно не требует подвязки посынкования, растение покрыто выровненными круглыми плодами, выглядит очень нарядно, плоды плотные, ярко-красного цвета, массой 50-90 грамм, сорт обеспечивает стабильно высокий урожай в условиях сибирского лета. На 1 метр квадратный размещают 4-6 растений, то есть его можно вырастить загущенно, обладает повышенной устойчивостью к пониженным температурам, плодоносит при подмерзании куста. Вот это то же самое, что я говорила про ренет. Если высадите рано, если вдруг у вас возвратные весенние заморозки, и половина верхнего куста замерзнет, почернеет и засохнет, не выбрасывайте, не выдергивайте. Появятся пасынки, через пасынки этот полюс снова вырастет, еще раз листья новые, ну короче, нарастет новую зеленую массу, зацветет и также у вас отплодоносит. Вот эти сорта темы интересны, что они, ну даже в самых-самых таких критичных ситуациях, они выживают. Вот это для открытого грунта. Конечно, плоды небольшие, больше 100 грамм они даже не бывают, вот тут указано 90, но от силы 100 грамм, но зато стабильность. Хоть холод, хоть жара, урожай он вам даст. Номер 19 в каталоге. Снежная сказка, новинка для открытого грунта. Ранний холодостойкий детерминатный суперурожайный сорт для открытого грунта. Куст штамбовый, абсолютно не требует подвязки посынкования. Растение, покрытое выровненными круглыми плодами, выглядит очень нарядно. Плоды плотные, ярко-красного цвета, массой до 100 грамм. Сорт обеспечивает стабильно высокий урожай в условиях сибирского лета. На 1 метр квадратный размещают 3-5 растений. Сорт обладает повышенной устойчивостью к пониженным температурам, плодоносит при подмерзании куста. Но это вот то же самое. Опять снежное название у нас, снежная сказка. Опять сорт штамбовый, который можно выращивать не посынкуя, не подвязывая. Можно выращивать разными вариантами вот эти. Не только снежная сказка, сразу скажу, и метелица, и таймыр, и всё-всё-всё, вот это ринет полюс. Можно подвязать колышку и убрать лишние пасынки, укрупняя плоды. Можно не подвязывать, прямо ставить, вот как у меня, я показывала и в прошлом году, как они лежат просто на земле, как в грунтовом варианте. Они облепятся плодами, завалятся на бок, будут лежать на земле. Можно и так. Эти плоды тоже не очень крупные, 100 граммов, но и в засолку, и в салаты они идут, и на все томатопереработки они у вас тоже пойдут. Номер 20. В каталоге метелица для открытого грунта. Среднеранний, очень урожайный сорт, растение низкорослое, компактное, что удобно для размещения на участке. Ярко-красные плоды массой 150 грамм. Вот тут уже увеличение веса. Если там были 90-100 грамм, эти 150 грамм у метелицы, это уже нормальная помидорка размером с яблоко. Плоды округлой формы, с гладкой поверхностью и великолепной плотной консистенцией отличаются хорошими вкусовыми качествами. Плоды томата метелица универсальны в использовании, великолепна для приготовления свежих салатов и переработки. Растение не требует формирования, что облегчает его выращивание. Обладает повышенной устойчивостью к пониженным температурам, плодоносит при подмерзании куста. Метелица то же самое, с этой же группой холодостойки. Идеально подойдет для людей, живущих в регионах с холодным климатом. Вот как у нас в Сибирске регион. Все эти сорта это просто палочка-выручалочка, потому что в открытом грунте не всякий крупноплодный сорт успевает, он бывает успевает сформировать, но не успевают созревать. Созревают на подоконниках, где-то везде в ящиках, коробках. Вот эти они у вас созреют в открытом грунте. И все вот эти, сейчас которые я называю, таймыр, аляска, они все почти, ну как, похожи, у них схожие характеристики сортовые. Все они для пониженных температур подходят. Номер 21 таймыр для открытого грунта. Ранний холодостойкий детерминатный суперурожайный сорт для открытого грунта. Куст штамбовый, абсолютно не требует подвязки и посынкования. Растение, покрытое выровненными круглыми плодами, выглядит очень нарядно. Плоды плотные, ярко-красного цвета, массой до 100 граммов. Сорт обеспечивает стабильно высокий урожай в условиях сибирского лета. На 1 квадратный метр размещают 3-5 растений. Высота до 30 сантиметров, компактный, не вытягивается. Обладает повышенной устойчивостью к пониженным температурам, плодоносит при подмерзании куста. Вот это таймыр. Вот как раз я его снимала вчера, по-моему, или позавчера, там, где написано, что малыши на заваленке. Вот там вот эти низкие такие 30-сантиметровые кустики, они все-все-все уже в плодах, в завязи. Он очень такой хороший, продуктивный урожайный сорт. Такой же номер 22 Аляска для открытого грунта. Ранний, хладостойкий, детерминатный, суперурожайный сорт для открытого грунта. Куст штамбовый, абсолютно не требует подвязки и посынкования. Растения, покрытые выровненными круглыми плодами, выглядят очень нарядно. Плоды плотные, ярко-красного цвета, массой до 100 граммов. Сорт обеспечивает стабильно высокий урожай в условиях сибирского лета. На 1 метр размещают 3-5 растений, обладают повышенной устойчивостью к пониженным температурам, плодоносит при подмерзании куста. Мне просят, ну как прям требуют, указывать, вытягивается или нет в рассаде. Вот до подснежника, до номера 23, то, что я сейчас называла, вот эти все толстоногие, они не вытягиваются в рассаде. Это Аляска, Таймыр. Аляска, Таймыр.